ЗАПАДНАЯ Армения 100 членов Конгресса США призывают администрацию Байдена поддержать Арцах и Армению. Новые книги Музея Института Комитаса «Свадебные песни. Комитас. Его наследие». Опубликована научная работа Арсена Рутюняна «Пустыня блаженного апостола Анания» или «Храм святого Аства Цацина». Поддержка государственного телевидения Западной Армении. Основание города Мардин, Западная Армения, одно из важнейших поселений многих цивилизаций в истории, началось в 4500 году на н.э. 6500-летний Мардин является одним из кандидатов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мардин также известный как город-замков, был одним из самых важных поселений многих цивилизаций на протяжении своей истории. Мардин – город, который в разное время истории находился под властью Армении, Шумеров, Вавилона, Метане, Субари, Персии и Османской империи и является важным городом с точки зрения культурного разнообразия. Всем, кто хочет увидеть этот сказочный город на территории Западной Армении, мы настоятельно рекомендуем посетить его при первой возможности. Из-за резкого изменения погоды в последний день температура снизилась и в значительной части Западной Армении выпал снег. Особенно пострадали от холодных воздушных масс юго-восточных районов Западной Армении. Синоптики прогнозируют снег и метель в указанных местах, а также лавинную опасность в горных районах. Жителям и водителям рекомендуется быть бдительней. Телеканал Западной Армении представляет вам статью «Спутник Армении» по случаю 33-й годовщины Арцахского движения. Карабахский вопрос поистине консолидировал армянский народ в конце прошлого столетия. О том, как зарождалось карабахское движение, об атмосфере, царившей в феврале 1988 года в Ереване, читайте в материале «Колумнисты. Спутник Армения». Зачем до 20 февраля 1988 года люди шли на площадь перед театром оперы и балета имени Спендиарова в Ереване? Люди шли из-за удовольствия. Детки нежились в колясках или катались на велосипедах. Старики играли в нарды или шахматы. Молодые встречались под памятниками двум нашим великим и шли себе дальше. С 20 февраля 1988 года площадь получила название «Свобода» и зажила жизнью, в которой почти не осталось места велосипедам для детей, нардам для стариков и свиданиям для влюбленных. 20 февраля 1988 года на этой площади в Ереване состоялся первый в истории советской Армении несанкционированный митинг. Полную версию статьи можно найти на нашем сайте и на сайте «Спутник Армения». Более 100 членов Конгресса США призвали администрацию президента Джо Байдена предпринять конкретные шаги для выживания Арцаха и обеспечения безопасности Армении. В письме, адресованном государственному секретарю и министру обороны США, подчеркивается серьезность регионального кризиса, вызванного шестинедельной безжалостной агрессией Азербайджана и Турции прошлой осенью, и предлагаются срочные меры со стороны США. Экстренная помощь, которая даст жителям Арцаха возможность восстановить свои общины и нормальную жизнь, не опасаясь дальнейшего кровопролития. Возобновление поисков прощенного регионального урегулирования, основанного на фундаментальном праве на самоопределение, которое будет защищать безопасность Арцаха и помогать предотвратить возникновение новой войны. Признание права народа Нарцаха на самоопределение его роли в качестве законной стороны переговоров в разрешении этого конфликта. Шаги по обеспечению немедленного освобождения армянских заключенных. США должны принять ответственность, включая санкции против высокопоставленных лидеров Азербайджана и Турции, удержание помощи Баку и т.д. Поддержка экономического развития Армении и помощь армянам, перемещенным в результате агрессии Азербайджана. Признание геноцида против армян президентом Байденом. По случаю Дня одарения книги, 19 февраля, музей-институт Кумитаса предоставил две книги «Ежегодники. Свадебные песни. Часть А. И Кумитас. Его наследие». В беседе с корреспондентом Армен Пресс, заведующий научным отделом музея-института Татевик Шахкулян, подчеркнул, что музей-института издает книги со дня своего основания. Значимой серии «Мы считаем ежегодник», пятый том, которого Кумитас и его наследие, вышел в 2020 году. «Эта работа интернациональна. Автор статьи из Армении, а также из различных зарубежных организаций и престижных университетов», сказала Шахкулян. В сборник вошли материалы, предоставленные на международной конференции, посвященной 150-летию Кумитаса в университете Мартина Лютера в Гумбольде и Галле в Берлине. Книга издана при поддержке посольства Республики Армения в Федеративной Республике Германии в лице посла Ашота Самбатяна. Опубликована работа старшего научного сотрудника Матана Дорана Арсена Ротюняна «Пустыня апостола Анании в Ереване» или «Храм могущественной Пресвятой Богородицы». Работа посвящена некогда знаменитой пустыне апостола Анании в Ереване. На его месте в 1693 году построили церковь Зуравор. Впервые предпринята попытка дополнить рукописи, скопированные в школе пустынной письменности, библиографическими и литографическими источниками, а также архивными документами Святого Зуравора. Истории церкви, оставаться цель, литографии и надписи церковных предметов. Книга предназначена для историков, кто изучает историю армянской церкви и города Еревана, а также широкой публики. Государственное телевидение Западной Армении не занимается частной рекламой, но в настоящее время в России проживает почти 3 миллиона армян, в том числе и из Западной Армении. Россия уже несколько сотен лет понимает армян Западной Армении, и отношения между двумя народами имеют историческое значение. Исследует помнить, что официальным декретом 29 декабря 1917 года Россия признала право армян на самоопределение в Западной Армении еще до облетения независимости. Мы также делимся с Россией гербами, уходящими корнями в Западную Армению, двуглавым орлом, который можно встретить в различных древних крепостях, таких как Тигрнакерт. Для того, чтобы наши отечественники, проживающие в России, оставались на связи со своей родиной, государственное телевидение Западной Армении с момента основания создало отделение русского языка. Поддержка государственного телевидения Западной Армении означает позволить этим миллионам армян объединиться и разделить глубоко укоренившееся чувство принадлежности. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля Маратук. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром! Субтитры создавал DimaTorzok